Панарин забросил первую шайбу в выставочном матче, в Сан-Хосе появилась новая 20-летняя звезда, Авангард провел свой первый матч на новой арене, ну а также обсудим пару новостей из КХЛ. Вы попали на самый хоккейный канал Батыр Хокки и сегодня обсуждаем самые свежие новости хоккея. Ну и по традиции сразу ставь лайк этому видео и подписывайся на канал, ведь это помогает продвижению нашего канала дальше. Большое спасибо за поддержку, ну а мы начинаем. Артемий Панарин забросил первую шайбу в выставочном матче с Нью-Джерси и стал второй звездой. Он провел на льду 20 минут и 10 секунд, реализовал единственный бросок створ в ворот и заблокировал два броска, но одним из ассистентов этой шайбы стал Виталий Кравцов. Эти парни потихоньку сыгрываются и покажут в сезоне настоящий класс, но что думаете по этому поводу, дайте знать в комментариях. Нападающий Сан-Хосе Даниил Гущин сделал хитрик в выставочном матче с Вегасом, акулы обыграли Golden Knights 7-3. 20-летний россиянин дважды отличился во втором периоде и еще раз в третьем. На его счету уже 4 шайбы в текущей предсезонке. Сегодня он провел на льду 18 минут 50 секунд, нанес 6 бросков створ в ворот, также у него один заблокированный бросок и одна потеря шайбы. Напомню, что у Гущина действует контракт новичка Сан-Хосе, то есть первый год еще не был активирован. Ну а что думаете по поводу молодого монстра, дайте знать в комментариях. Авангард провел первый матч на новой арене в Омске. Команда Дмитрия Рябыкина обыграла Сибирь со счетом 2-1. Игру посетили 11 767 зрителей, а вместимость арены всего 12 тысяч болельщиков. Напомню, что Омска команда с 2018 года проводила домашние матчи в Балашихе. Я в очередной раз о мячей поздравляю с этим прекрасным праздником хоккея. Ну а мы с вами движемся дальше. Нападающий сборной России и СКА Матвей Мечков забивает свою первую шайбу в ВХЛ. Мечков проводит всего второй матч после восстановления травмы. На данный момент он играет в ВХЛ. Надеемся, что этот молодой талант скоро вернется в КХЛ. В матче Минского Динамо и Питерского СКА произошла драка. На 15-й минуте второго периода после жесткого силового приема со стороны игрока Минчан на льду произошла драка между защитником Шоном Лалондом и нападающим Алексеем Ажгихиным. Собственно, как-то так все это и выглядит. Ну а что думаете по поводу драк в хоккее, дайте знать в комментариях. Вот таким получился сегодня выпуск новостей. Ставь лайк и подписывайся на канал. Ну а с вами, как всегда, был Батыр Хоккей. Я надолго не прощаюсь. Пока!